И начинаем нашу традиционную послематчевую пресс-конференцию. Начать бы я хотел несколько слов сказать в памяти одного нашего коллеги. Он, к сожалению, скончался сегодня, Сергей Величинский, родным и близким. Хотел бы выразить болезнь от своего лица, от лица клуба. Ну а по нашей традиции поднимать руки, задавать вопросы. Кто начнет? Саша. Александр Рублев, Матч ТВ. С победой, Михаил Маркович. Начать, наверное, хочу с того, как сложно играть с командой, с которой так много играли в последнее время. Там уже все друг друга, наверное, изучили очень сильно. Ну, с точки зрения подготовки, наверное, сложностей как таковых нет. Потому что все те нюансы, которые мы проговаривали на теоретическом занятии, они, в принципе, понятны. Все, да, кто действует в атаке, в обороне, на стандартных положениях. Поэтому здесь никаких ношуств не было и сложностей. Поэтому самый главный был момент наших игровых принципов, как мы будем действовать в тех или иных ситуациях с учётом большого изменения в составе. Спасибо. Ещё вопрос? Если нет вопросов, давай, Саша. Продолжу. Сергей Пеняев провёл замечательный матч, да, голы прекрасные. Можете оценить, вообще, он в последнее время действительно, по-моему, вышел на тот уровень, вот когда мы его все заметили и начали о нём писать, как замечательные игроки в будущем. Он сейчас в лучшей форме, наверное, как за временем выступления в локомотиве или нет. Я, честно, не очень помню, что вы о нём писали когда-то, да, и вообще я стараюсь редко читать ваши статьи. Ну, не конкретно вашей смс-информацией. Вот, поэтому... Нет, что касается Сергея, он сейчас набрал хорошую форму, и сегодняшний матч тому подтверждение. Сыграл свой отрезок времени, с учётом того, что через 2 на 3 полный матч провёл Спартаком, сегодня два мяча забил, хороших мяча и в атаке был очень полезен. Поэтому надо говорить о сегодняшнем дне, но ещё раз говорю о том, что мы всегда обращаем внимание и на положительные моменты, и моменты, которые надо, так скажем, редактировать в атаке при игре, в атакующих действиях, в оборонительных действиях, в переходных фазах, они есть у любого игрока. Поэтому, ну, сегодня нашу команду надо поздравить с победой достаточно. Понятно, что были и ошибки, они всегда бывают, но целостно, в принципе, да, с учётом того, что, да, большое изменение в составе, и те игровые связи достаточно, наверное, тяжело бы, сразу с первых минут, чтобы ребята их приняли. Но честь и хвала, что в любом случае отрезками это были достаточно очень хорошие, интересные моменты, когда мы действительно наши игровые требования старались воплотить в жизнь. Спасибо. Саша, у тебя третьего вопроса нет? Ну, если нет вопроса, спасибо, коллеги. Коллеги, ну, я присоединяюсь к словам Артёма, то, что он сказал, потрясающий журналист, журналист, приходящий на наши матчи, да, к сожалению, сегодня не ставил соболезнования, и приятно всегда его было видеть на наших матчах, домашних, гостевых, очень приятный человек. Поэтому... Спасибо.